Здравствуйте! Многие до сих пор спорят, белить или не белить деревья садовые. Давайте разбираться. Во-первых, для того, чтобы понять, нужно ли белить или не белить, нужно разобраться, для чего вообще мы это делаем. Делаем мы это, конечно же, не для красоты, как часто белятся деревья в городе на субботнике, а делаем мы это для того, чтобы защитить растения. От чего защитить растения? Вообще, белить деревья нужно с осени. Если осенью не побелили, то нужно белить как можно раньше весной. Для чего это делается? Зимой, особенно в феврале-марте, когда еще не сошел снег, а солнце уже очень хорошо пригревает, а так как дерево у нас стоит стационарно на одном месте, пригреваться будет всегда одна и та же сторона. Это преимущественно южная сторона. Нагрелось дерево под солнечными лучами, снег не растаял. Вот это вот излучение солнечное, оно еще и отражается, что усиливает нагрев дерева. А ночь холодная, и поэтому вот эта разница температур приводит к тому, что дерево лопается. А так как целостность коры нарушается, сразу же возникают всякие проблемы с грибковыми заболеваниями, дерево может погибнуть. То есть, одна из причин для того, чтобы побелить дерево, это вот именно отразить эти солнечные лучи ранней весной, февраль и марта. Вторая причина. Кора деревьев, она такая вот гладкая и однородная никогда не бывает. Там есть морщинки, там есть трещинки, там есть какие-то отслоения коры. И вот это очень излюбленные места для зимовки и весенней кладки яиц всяких разных насекомых. Для того, чтобы обезопасить свое дерево от кладки яиц и от того, что там перезимуют всякие растения, вот так же нужно побелить стволы этих деревьев. И еще одна причина. Так же вот в этих трещинках и во всяких укромных местах селятся возбудители грибковых заболеваний. И то же самое, чтобы не дать возможность перезимовать, с одной стороны, грибковым заболеваниям, с другой стороны, не дать возможность, чтобы они развелись весной, мы также белим эти деревья. Чем мы белим? Лучше всего взять уже готовую побелку. Почему? Ну, если мы будем делать побелку сами, то да, там мел или гашеный известь, но там еще и хорошо бы туда внести какие-то фунгициды, а точнее медный купорос. А вот в готовой побелке это все уже есть. И для того, чтобы побеленное дерево дольше оставалось с побелкой, чтобы побелка не смывалась с дождями, ну вообще, чтобы она не обсыпалась, вот в готовой побелке добавляют козиновый клей. Этот клей природного происхождения, и он вреда дереву не причиняет. Перед тем, как белить дерево, обязательно нужно зачистить кору, если есть раны, замазываем раны садовым варом, и после этого тогда уже белим. Сейчас в продаже есть готовые побелки, вот это нужно разводить. Здесь такая сыпучие вещество, а есть уже готовые побелки, просто нужно размешать и побелить. В последнее время, кроме побелок на основе мела, еще есть акриловая краска для деревьев. Вообще, ствол нужно белить где-то на высоте не выше полутора метров, потому что кора дышит. Вот все дерево полностью забеливать не надо. Кора дышит, в коре есть поры. Когда мы белим вот этот вот нижний слой, где больше всего обитает и вредители, и возбудители грибковых заболеваний, тогда мы не лишаем дерева дыхания, но и обезопасим его от всех этих вредных объектов, которые могут поселиться в коре. Поэтому, как только, намного раньше, если вы не побелили с осени, как только есть возможность, сразу надо идти на участок и белить деревья. Но делается это при плюсовой температуре. В мороз побелку не производится. Я надеюсь, вот эти наши советы убедят вас, что белить нужно и помогут защитить ваши деревья от многих и многих вредителей. Редактор субтитров А.Семкин